Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего YouTube канала. Подошло время для очередного видео с ответами на ваши вопросы из комментариев. А пока в начале ролика хочу напомнить, что на предстоящей неделе, то есть уже 17 октября, у нас стартует онлайн-курс «Теперь я Козавод». Курс, рассчитанный на новичков в козаводстве, тех людей, у которых небольшой стаж в этой отрасли, и тех, кто только планирует заняться козаводством. Для того, чтобы оставить заявку на участие в данном курсе, проходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь прямо сейчас. А у нас первый вопрос. Купила свою первую козочку для семьи по месь альпийке из Анинки. Молоко вкусное, мы пьем с удовольствием. Хотелось бы еще приобрести вторую козочку, склоняюсь к заанинской породе. Как вы считаете, какую козочку молочной породы можно приобрести для начинающих? Любой породы, которая будет вам в душе. Здесь скорее дело в возрасте. То есть, если у вас уже сейчас дойная коза, и вы приобретете вторую дойную козу, то в помещении необходимо иметь два загончика для каждой из них, а на выгуле как можно больше площадку. Потому что они будут между собой конкурировать, будут постоянные стычки. Если же вы приобретете сейчас козленка, то козленок вырастет рядом с вашей дойной козой, и в дальнейшем у них конкуренция будет значительно ниже, так как уже с детства выстроится вот эта иерархия между ними. А порода? Порода может быть любая. Та, которая вам в душе. Раз вы склоняетесь к заанинской породе, значит козу заанинской породы, козленка заанинской породы и приобретайте. А мы идем далее. В козоводстве новичок. Купила в одном хозяйстве две дойных козы и в другом одну. Через время у козы, которую купили последнюю, появились кругленькие бока. Как будто мячики по бокам. Я позвонила хозяйке, спросила, не может ли быть, что коза в положении. Она уверяет, что быть такого не может. Я переживаю, мне кажется, что она котная, и все, кто ее видит, говорят, что она беременна. Коза, на мой взгляд, очень истощена. И как теперь точно узнать, котная она или нет? И если все же малыши есть, как ее поддержать во время беременности? Но начнем с первого момента, что коза не котная. И здесь как раз есть еще один комментарий от другого козовода на эту тему. У одной из моих коз большой живот, как будто она беременна. Хотя это не так. Молоко дает хорошо, хорошо ест, активное. Но размер живота настораживает. Это что, болезнь? Вот рассмотрим два случая. Две козы и в первом случае возьмем теоретически, если она не беременна. Но при этом у нее большие бока с двух сторон, словно мячики внутри живота находятся. Два таких футбольных мяча. Большой живот может быть вызван многоплодностью. Наблюдается он у старых коз, пожилых, многоплодных коз. То есть растягиваются стенки живота, мышцы и соответственно возникает вот эта вот большая объемность. Либо же неправильное кормление было у ваших коз, в результате чего развилось сенное брюхо. Да, оно так и называется. Сенное брюхо, то есть большое количество грубых кормов. Скорее всего комбикорм вообще не давали. При этом высокая продуктивность животного. Много поглощает. Плюс еще стойловое содержание, когда коза не паслась. Все это привело к тому, что живот стал большой. То есть по сути в дверь, в которую проходит корова, ваша коза может с трудом проходить боками, прям чиркать о краях проема дверного. Настолько может быть большой живот у вашего животного. То есть вызвано либо неправильным кормлением, либо многоплодностью. Ну и в силу возраста, плюс гиподинамия. Вот в общем все причины, из-за чего может развиться такой большой живот. Сказывается ли это отрицательно на продуктивности коз? При хороших условиях содержания, правильном кормлении нет, не сказывается. Имейте ввиду, что таким козам, конечно, тяжело ходить на большие расстояния. То есть лучше выгульный дворик, если пасете, то где-то недалеко от дома. И коза может прослужить вам верой и правда еще многие годы. Ну а теперь тот вариант, если коза все-таки беременна. Хотя прежний хозяин утверждает, что быть этого не могло. Могло. Я в свое время покупал козу, в которой меня убеждали, что она как раз-таки наоборот беременна. 100% оказалась на самом деле не беременна. А мы ее запустили. Так вот, если ваша коза все-таки окажется беременна, как это определить? Вы должны почувствовать уже движение козлят внутри животного. Во время дойки обычно, как правило, дойки мы с правой стороны. Там как раз-таки и располагаются козлята. Снижение удоя. Все это косвенные показатели того, что ваше животное беременна. Требует запуска обязательно. И сбалансированного рациона. При сбалансированном рационе, полноценном рационе, дополнительно какие-то уколы не нужны. Обязательно давайте минеральный премикс. Добавляйте его в комбикорм. Все будет нормально. Ваша коза благополучно родит. И в дальнейшем будет также много давать молока. Но это в том случае, если она все-таки сукотная. Третий вопрос. В прошлом году приобрела козу беспородную. У нее был немного неправильный прикус. Нижняя челюсть уходила вперед. Но кушала хорошо. Проблем не было. Коза погуляла. Когда пришло время катиться, был ад. Роды тяжелые. Орала долго. Не могла родить. Спустя пять часов с горем родила двух козочек. Осенью козочки покрылись. И сама коза покрылась. Комментарий очень большой. Я сокращаю. Значит, что получилось. Троица весной начали рожать. Первая козочка не смогла разродиться. Долго мучилась. Открытия шейки матки не было. Поэтому пришлось дорезать ее. Та же ситуация. Через сутки мучений была с ее матерью. Тоже. То есть не было открытия. Тоже пришлось дорезать. И затем третья козочка тоже не смогла разродиться. Был завернут плод. И в результате тоже ушла на мясо. В чем может быть причина? То есть вопрос. В чем может ли это быть наследственностью или раннее покрытие? В чем причина? Так как козочки от других мам покрытые в семь месяцев родили отлично без помощи. Да, это наследственная. Это наследственная. Вот такая вот проблема была. И скорее всего это к лучшему. Что они сами себя устранили из этой цепочки. Не дали новое потомство. Пришлось их дорезать. И козлятки не выжили. А то оставили бы козлят. И снова мучения ваши бы продолжались. То есть это не связано с козлом. Это не связано с питанием. Бывает такое, что у некоторых коз, допустим, наследственно передаются камни в почках. Вот от козы у всех козлят в дальнейшем наблюдается такая проблема. Или еще какая-то патология, которая тоже передается. Допустим, мертворожденность. То есть у козы стабильно в помете по 2-3 козленка в окоте. Но при этом один плод замерзший, замороженный, такой вот неразвившийся. И у ее дочерей то же самое может наблюдаться. Вот в вашем случае у козы были сложные роды. Скорее всего плохое сокращение матки, нераскрытие. И то же самое наблюдалось у ее дочерей. То есть это однозначно наследственная особенность. Да, пережили вы, конечно, со своими тремя козочками ужас. Но, к счастью, больше он не повторится, раз у вас от этой козы потомства в хозяйстве не осталось. Так что все нормально. То есть здесь не раннее покрытие в 7-8 месяцев сказывается. Вот у вас они покрылись 7-8 месяцев. То есть на промышленных фермах зачастую в таком возрасте и покрывают коз. И у меня были козы, которые первое покрытие было в 8 месяцев, а код был в 13 месяцев. Все абсолютно нормально. То есть здесь именно генетическая аномалия. Но больше такого не повторится. Далее, следующий вопрос. Может ли беременность козы влиять на становление сырного сгустка? Уже второй раз элементарная брынза очень плохо образует колье. Конечно, беременность животного может сказываться на качестве молока и, соответственно, продукции, которую мы из него изготавливаем. Второй момент это переходный период. Сейчас переходный период от летней пастбищного к зимнестойловому содержанию. И, соответственно, меняется рацион. Вот обычно этот период переходный осенью порядка трех недель и весной порядка трех недель. У нас есть курс основы молочного козоводства. Там мы говорим про переходный период и как минимизировать этот риск. Потому что получается на три недели практически, если неправильно переводить животное с одного рациона и содержания на другие, то практически на три недели вы теряете молоко из производства. То есть здесь две причины, как минимум, может быть. Третья причина, посмотрите, возможно, срок годности у фермента, у закваски, у чего-то. В общем, срок годности мог испортиться. Если порошочком вы используете сухой фермент, то имейте в виду, что нужно его обязательно трясти периодически. Это я вам прямо из своего опыта могу сказать, что на начальном этапе своей сыродельческой жизни, сыроделия, я использовал сухой фермент. Те, кто следят за моими видеороликами, вы обратили внимание, что последнее время на видеороликах по сырам всегда был уже жидкий сычужный фермент. Ранее я использовал сухой, его нужно периодически трясти. Когда вы берете из вот этой вот пачечки мерной ложкой и не перемешиваете, то в конце последние 3-4 порции молока вы можете испортить. То есть просто сырное колье не встанет. Так что это вот еще одна причина, но уже не связанная с животным. Идем с вами далее. Говорят, что на племя лучше брать от второго и следующих окотов. Верно или миф? Вот в скотоводстве, допустим, однозначно лучше оставлять телочек на племя от коров второго и последующего отелов. Что касаемо козоводства, в том случае, если козочка рано покрыта, не уследили, в 4 месяца, в 5, в 6 месяцев покрытие, конечно, такой приплод лучше не оставлять на племя. Когда коза была покрыта в возрасте год и старше, ничего страшного в этом нету. Зачастую козлята от таких коз показывают высокую молочную продуктивность. Но действительно на практике, то есть при исследованиях было доказано, что среди и коров, и коз рекордисток нет животных, которые были, рекордсменок, которые были получены от коз, коров, первого окота или отела. То есть обычно все рекордсменки по продуктивности в той или иной породе были получены от животных, второго отела, второй лактации, третий и последующих родов. То же самое и у коз. Второй окот, третий, четвертый. Для хозяйства же, так как вы не планируете подавать в книгу рекордов Гиннеса какие-то там особые рекорды, почему бы не оставить таких коз? Замечательные козы я и сам оставлял от первокоток. Отлично растут в том случае, когда первокотка была вовремя покрыта, не было раннего покрытия, хорошая беременность, плановый окот, легкий окот. Козляты вырастают замечательно и козы такие дают много молока. Самое плохое, это раннее покрытие козы недозрелым козликам. То есть все-таки на первокоток лучше пускать взрослого, зрелого козла, а молодых козликов использовать на возрастных матках. Это самое лучшее. В принципе, если кому из вас интересно, то самое оптимальное, вот лучшими считаются козлята на племя, это как раз-таки откос третьего, четвертого и пятого окотов. Вот три года. Это самые лучшие козлики и козочки на племя. Третий, четвертый, пятый окоты. Следующий вопрос. Только успеваю вытирать слезы, свет бьет в глаза, поставил вот этот вот круг, который светит. И что-то он мне прям мешает. Но да ладно, немного осталось. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у коз сопли, у некоторых кашель. Пролечивали амоксицелином, глистогоним постоянно. При заколе одно или оба легких кровенистые. Да, здесь действительно воспаление идет в легких, здесь не паразиты. Вам нужно заменить антибиотик. То есть заменить амоксицелин на другой антибиотик. Антибиотиков очень много. И пролечить именно курсом. Не до момента, как сопли и кашель прекратились, и вы сразу перестаете ставить антибиотик. Пусть ветеринар приедет, прослушает легкие у ваших коз и назначит курс. Курс может быть в течение недели, допустим. И затем какое-то поддерживающее лечение. Вот вы весь курс должны проставить своим козлятам. То есть получается, что вы скорее всего не долечиваете. Либо сопли, кашель вызваны бактериальной инфекцией. Амоксицелин на которую не распространяется. То есть там бактерии, на которые амоксицелин не воздействует. Либо уже вызвано привыкание. Поэтому антибиотик однозначно нужно заменить. И провести полный курс лечения. И в заключении у нас вопрос не из области коз. Но тоже был задан в комментариях к одному из моих видеороликов. Поэтому почему бы не ответить. Так как я точно знаю, что меня смотрят и скотоводы. Отсюда и периодически возникающие вопросы. Итак. Здравствуйте Вячеслав. У меня телочка смесь джерсийской породы. Примерно 6 месяцев. Весит около 130 килограмм. Мне кажется, что она медленно растет. Сена всегда в доступе. Мы даем ей по 2 килограмма сухого корма утром и вечером. Что может быть? Я думаю, она перестала расти. Не перестала она расти. Ей 6 месяцев. Рост немножко замедлился. Все отлично. То есть она у вас помесь джерсийской породой. Она изначально в ней уже заложена. Что она у вас не будет супер крупной. Для нее 130 килограмм в 6 месяцев это нормально. Если бы у вас была сементалка или галштинка, то там конечно 150-170 килограмм в 6 месяцев для таких телочек будет нормой. Но извините, из них и вырастут коровы, которые будут массой где-то, ну я не знаю, там килограмм 500-600-650. А помесь джерсийской это 400-450 килограмм взрослая корова. Так что для вашей телочки в 6 месяцев масса около 130 килограмм это нормально. Кстати и при первом покрытии. Первое покрытие производят в 15-18 месяцев. Но опять все индивидуально, но в среднем 15-18 месяцев. Если это сементальская порода, галштинская, то есть крупных пород именно нетели будут, телки, которые идут в первое покрытие. То там живая масса при покрытии у них как правило 350-400 килограмм. А вот вашу телку нет смысла доращивать до такой массы. То есть ее будет практически невозможно это сделать. Также пускаете в первое покрытие в 15-18 месяцев, но уже при массе порядка 250-280 килограмм. Это нормально для джерсийских телят. Так что вы не переживайте в 6 месяцев 130 килограмм. Это очень даже хорошо. А на этом у меня все. Благодарю вас за внимание. И жду в предстоящий понедельник на нашем онлайн курсе Теперь Яко завод. Спасибо и до свидания.